В распоряжение редакции Курьера поступили документы, которые наглядно демонстрируют, каким образом фирма, занимающаяся продажей табачных изделий, смогла получить разрешение от кишиневских властей на установку киосков вдоль тех улиц, на которых это запрещено. Расследование телекомпании НИД на базе этих документов. В июле 2006 года столичное руководство принимает специальные решения о запрете размещения ларьков по периметру центральных улиц Кишинева. Спустя полгода руководство города рассматривает запрос компании «Чебокот» на размещение киосков по продаже сигарет. Тогдашний примар столицы дает добро. Разрешить акционерному обществу «Чебокот» разместить в районах муниципе Кишинев 20 киосков с целью продажи табачных изделий. Таким образом администрация дает разрешение на размещение киосков, невзирая на запретительное решение муниципального совета. Спустя несколько месяцев место исполняющего обязанности примара занимает Вячеслав Эрдан. Он обнаруживает противозаконность принятого предшественником решения, изучает, а затем и отменяет его. Таким образом компания «Чебокот» оказывается неудел 15 марта 2007 года. Летом того же года в результате местных выборов в кресло примара садится Дурин Киртуаке, а руководителем фирмы «Чебокот» становится муниципальный советник Атам-Эне. Согласно госрегистру, юридических лиц администратором упомянутой компании является Михаил Чубану. Попав во власть, он направляет запрос об аннулировании решения Иордана, запретившего размещать киоски вдоль Кишиневских улиц. Что и сделал Дурин Киртуаке 25 февраля после изучения вопроса по фирме «Чебокот». Спустя два года один из муниципальных советников вернулся к этой теме в ходе пресс-конференции, отметив, что явление выходит из-под контроля. Существует около 200 киосков, которые были установлены в нарушение закона во всех зонах Кишинева после решения 2006 года. 200 ларков, в том числе и в исторической зоне столицы. Существуют определенные интересы, речь идет о конкретных суммах. Например, установка некоторых киосков в обход закона от 2006 года стоит 750 евро, а если в ларке продают и сигареты, цена возрастет до 1500 евро. Некоторые местные избранники больше месяца сигнализируют о том, что местные власти коррумпированы и что нарушается закон в том, что касается установки киосков. С другой стороны, весьма любопытным выглядит своеобразный трансферт. Михаил Чубану покинул Амэне и перешел в партию ныне действующего руководителя города. Михаил Чубану оговаривается. Он присоединился к либералам не из личных интересов, просто либерализм ближе его душе. Альянс «Наша Молдова» – партия с либеральной доктриной. Такая доктрина особенно близка моей душе, поэтому я присоединился к либеральной партии. Расследование телеканала НИД будет продолжено. Мы постараемся установить истинную цену присоединения к либеральной партии. Светлана Чубан, Сергей Струнгару, телекомпания НИД.